Надо здесь разобраться, если бы у человека, занимающийся актерской деятельностью или вообще художественным видом творчества, был вот этот внутренний цензор, который сказал бы, ты не имеешь права заниматься политикой. Значит, представляешь, мы бы лишились Бертольда Брехта, мы бы лишились Владимира Маяковского, да и огромное количество людей, для которых очень важно было, что происходит в мире, у которых лирика, а творчество это всегда лира, лира, лирика, у кого-то это соединяется с взаимоотношениями между людьми просто, мужчинами, женщинами, а у кого-то это страсти, которые накаляются в столкновении общества. Ромео и Джульетта, Монтеки и Капулетти – это два клана, два общества, это социальная пьеса, которая довела до гибели двух отдельных людей. Я думаю, что и Пушкин очень социален, маленькие трагедии, Моцарт и Сальери. Моцарт – это общество, это государство со своими устоями, как надо, и есть личность, которая вдруг все это разрушает. Поэтому, ведь художник – это и очень индивидуально, что толкает его на творчество, знает только он один, а может быть даже не знает, а знает это какая-то другая сила, которая его подталкивает. Поэтому, мне кажется, обвинять художника, что он думает не так, как мы, и выражает это в своем творчестве, это неправильно. А где ему еще выражать, если он художник, если он человек, который воздействует на публику? Это его прямое дело. А другое дело, согласен я с этим или не согласен. Если согласен, я слушаю, аплодирую. Не согласен, я поворачиваюсь и ухожу. Но здесь не должно быть конфликта хулиганствующих мотивов. И здесь, мне кажется, не должно быть конфликта политических осуждений. Даже при советской власти, в самом демократичном городе мира, а это Москва, для меня Москва, самый демократический город мира, существовал театр на Таганке, существовали поэты, которые были не согласны с той политикой, а время было достаточно, ну, я бы не сказал, жесткое, а очень-очень трусливое. И поэтому какие-то начальники, чтобы не брать на себя ответственность за чье-то выступление, изначально это запрещали. Еще не знаю, а может, ничего за это и не будет. Ну, они перестраховывали себя и свои кресла, в которых они удобно расположились, и какие-то льготы, которые предоставляло чиновникам государство. Поэтому, что выражают все перечисленные тобой актеры, замечательные, это их дело. С ними можно соглашаться и не соглашаться. Осуждать за что-то, это уже дело сплетников. Ну, а сплетнями занимается, как правило, тот или те, которые не способны на художественное творчество. Субтитры создавал DimaTorzok